МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К проблемам экологии, к решениям проблем экологии, но еще и формируем некий взгляд, то есть визионерский взгляд. Молодежь – это визионеры, они видят, что в будущем будет. А видят они, к примеру, как спасти экологию Байкала, рядом с которым буквально через полтора года появится завод. Как только 10-летняя жительница Одинцовского округа Маша Петрова узнала об этой проблеме, сразу решила призвать общественность на помощь. Это открытки, я их нарисовала. Это байкальская нерпа, которая может погибнуть, если не будет Байкала. И вот такая еще открытка. Что ты с этими открытками делаешь? Я их раздаю людям, чтобы люди проголосовали на сайте Российской общественной инициативы и спасли их в Байкал вместе. А вот школьники Подольска знают, как жить без отходов и как правильно их разделять. Их проект занял почетное третье место. Он проходит в форме экологической игры на уроках английского. Мы сделали 4 бака с мусором. Мы подписали, что к какому относятся. То есть где-то отходы из пластика, где-то органические вещества. Дальше сортируют картинки с отходами по нужным бакам. Над многими проектами участники трудились несколько лет. К примеру, Одинцовские юные экологи создавали алфавит экологических правил по сохранению природных богатств целых 4 года. А вот школьники из Химок показали, в каком городе хотят жить. Это номинация «Экопросвещение и волонтерство». Одна из многочисленных по количеству победителей. В топ номинаций попали также «Будущая экология» и «Здоровый город», «Технологии по улучшению окружающей среды». Люди с огромным энтузиазмом восприняли эту идею. Люди придумывают, люди вовлекают окружающих, родных, близких, друзей, товарищей. И вот так эти проекты расползаются и по территории Московской области. И самое главное, что они обретают жизнь в сознании многих людей. Дмитрий Александрович говорит, многие идеи требуют проработки. А большинство уже сейчас можно внедрять в жизнь. Все они обязательно будут поддержаны министерством. Отметил и эффективность уже реализуемых проектов. К примеру, пакеты со штрих-кодом. Это уже работает. И люди уже покупают вот эти пакеты со штрих-кодами, потому что им не безразлично, где в итоге окажется их мусор, который они тщательно разобрали дома и тщательно рассортировали. Поэтому главный критерий оценки – возможность воплощения проекта в жизнь. По словам председателя жюри, выросло и качество работ, и мастерство их подачи. Возможно, юные участники не станут экологами, но свой вклад в дело сохранения природы они еще внесут. Влада Шишова, телекомпания «Одинцова». Что красота природы.